Итак, час 06 эфира, прямого эфира. Отключение. Я очень расстроился, думал, не сохранилось. Первая часть, крикнул матом очень сильно, громко. Почему мне не понравилось? Проезжал опять трактор, и я почувствовал себя в глубокой полностью жопе. Итак, метроизм. Вторая часть, вторая часть. Слава Богу, сейчас, по старой привычке, у меня идут механические движения креститься, креститься, такие, ну, как бы эфирного тела. Я этого не делаю, потому что всё получилось. Часть 06, вторая часть. Итак, вспомним, что вспомним сразу по горячим следам, что проводились мистерии в пещере, посвященные рождению Иисуса Христа. Всё это в записях Иустина, философа и мученика, который жил 100-165 годов первых годов. Всё верно. Философ Устин указывает... Итак, начнём с этого, потому что это очень интересно. Во время мистерии говорится, что Митра родился от камня, а место совершения мистерии называется пещерой. Далее Иустин, христианский мученик, указывает на что? Что Митра – это дьявол, противник, клеветник, главный противник небесных сил, представляющий собой высшее зло и толкающий человека на путь духовной гибели. И вот дьявол сообщил, что Митра – это название, дьявол сообщил жрецам Митры это название. Название чего? Что он является уже бок о бок с дьяволом. Когда Митра был связан раньше с дружественным договором, дружественным договором с воруной. Сейчас пришла мне мысль переместиться в другой типа лес. В другой типа лес. Ну вот, так вот. Другой лес будет, хорошо? Итак, дьявол бок о бок идет с Митрой. Об этом сообщает сам дьявол Митрин. Ибо Христос родился в пещере. Согласно статцию, эпический поэт Аполлона Ахмейцы называют Титанум, а в пещере Персея ей зовут Митра, грущие мрага. Аполлон – это красивый юноша, красивый высокий юноша. Ахмейцы считаются аватаром Аполлона. Ахмейцы, такой народ, считают Аполлона Титаном. А в пещере Персея его зовут Митра, гнущие мрага. Здесь возможно высказать предположение, что Персей – это пещера Персея, в ней родился Христос, в пещере Персея. Порфий, философ, астролог, математик, педагог, ссылаясь на некого Евбула, отмечает, что в пещеру в горах, цветущую и богатую пещеру Персея источниками впервые цветущую и богатую и цветущую источниками. Цветущие источниками. Для тех, у кого не рушится логика, при моих словах, источниками цветущую и богатую пещеру Персея, Евбула отмечает, что Христос родился именно в такой пещере. Далее, впервые жрец и пророк посвятил Митре Заостр рассказывает, что пещера Персея – это образ космоса, созданный самим Митрой, находящийся внутри символы, какие-то надписи, символы космических стихий сторон света, носят совершенно сатанинский уклон, сатан-уклон. Митра носит меч Овна, знак Арса Ареса, и Афродиты на быке Афродиты. В мистериях и надписях Митра ассоциируется с орфическим божеством, фонетом. Фонет – это же тот же самый Демирург, о котором я тоже буду отдельно рассказывать, потому что часто слышу Демирург, и много тату посвящено Демирургу именно. Это мастер, знаток, ремесленник, создатель и творец. Дальше. Потом вывод сделают. Христианский автор Иустин, философ, назвал предложение хлеба и чаши с водой, вступающим в таинство Митры, подражанием злых демонов христианству. И использование в них мёда отмечают Творфий тоже подражанием злых демонов. Ищут ли мёд – это употребление мёда подражанием злым демонам. Митры, известные из надписей и письма при посвящении в таинстве Митра приводилось в истязание, испытание через огонь. Дальше. Это я в предыдущем рассказывал ролики, который внезапно оборвался. Мне было очень интересно рассказывать, что я не последил за видеокамерой на время. На время не последил. по Тертулиану, раннехристианский писатель Тертулиану. В этих таинствах совершалось произношение хлеба и представлялось образ воскресения. Раннехристианский писатель в этих таинствах совершалось приношение хлеба и представлял образ воскресения. Цельс, римский философ, рассказывает, что в мистериях даются символы, движение звезд и планет в небе и происхождение душ через них. Причем символом служит семивратная лестница. Семиврат связан с семью металлами и семью божествами. И утверждается, что христиане, многие заимствовали из этого учения, под христианами он понимает прежде всего секту афитов, гностические секты, познающие секты, гностики, это познающие называется, почитавший змей, закладывающий идею образ змеи как верховную мудрость. И у Клавдиана неоплатоник, опирающаяся на терминологию Платона, Дмитра назвал вращающим звезды. Итак, небольшой вывод. Небольшой вывод. В общем, христианские гностики, секту афитов, почитавшие змей, закладывают идею образа змеи как верховную мудрость. А, гностики уже пытаются оправдаться как-то. В общем, здесь написано. Все, с истиньо истиняна. 1165 год нашей эры указывает, что Дмитра связана с дьяволом. В пещере Персея, когда родился Христос, при всех дарах, которые только возможны на земле, они отвергают хлеб и мед, предложенные Митрой. Аргументируя это тем, что Митра носит меч Овна и едет на быке Афродиты, и по всем признакам он является демирургом, далее, хлеб и мед считаются подражанием злым демонам. Употребление хлеба и меда является подражанием злым демонам. При посвящении в таинство Митра проводили истязания и испытания через огонь. Все это считается демовщиной и злым демоном. Да, солнце поганое. Вот так вот. Пух, вот так вот удобно. Вот это другой лес. Далее, раннехристианские писатели обвиняют тех, кто совершает подношение хлебом и представляет собой образ воскресения. Цельс, римский философ, рассказывает, что в мистериях даются символы движения. Все-таки они обвиняют хлеб в связи с демирургом. Цельс, римский философ, рассказывает, посетивший пещеру Персии, рассказывает, что в мистериях, которые были написаны, там даются подробные указания движения звезд и планет в небе и происхождение душ, прохождение душ через эти планеты и движение звезд. Через них, причем, эти звезды и планеты символизируют семивратную лестницу, семь врат, связанные с семью металлами и семью божествами и утверждают, что христиане многие позаимствовали изучение метраизма из этого учения, из этих указаний в пещере Персея. По это христианами он понимает прежде всего, секту Афитов, основателей христианства, познающие Афиту, секты, познающие христианство, почитавшие змей, закладывают идею, образ змеи как верховную мудрость. И все это факты, все это интересно, все это есть. Все это связано с Древней Индией. Еще раз хочется прочитать, просто это настолько круто, что Цельс, римский философ, рассказывает, что в мистериях даются символы движения звезд и планет в небе и происхождение душ через них. Причем символом служат семивратные лестницы, семиврат связан с семью металлами и семью божествами и употребляют, что христианские многие заимствовали из этого учения и под христианством. Он понимает, прежде всего, секту афитов, гностические секты, познающие, почитавшие змей, закладывающие идеи образа змеи как верховную мудрость. И у Клавдиана, неоплатоника, опирающиеся на терминологию Платона, Митро называют вращающим звезды. Итак, попробую дальше понять, что это такое. С конца II века римский император, особенно Аврелиан, который жил уже в 214-275 годах, и Делиоктан в 244-311 годах покровительствовали культу Митре. Во многом, в II-V веке Митроизму был одним из главных соперников христианства. Юлиан говорит, что... говорит о посчитании Митры и справлении игр в честь Солнца раз в четыре года. В 303-м году нашей эры Фиотокл, всем известный, сделал прорицание, возбуждая гонение на христиан. Согласно историографам Августов, историографам Августов империи Каммода, запятнал с вещеннодействием Митре убийством прямоходящего, хотя обычно страшно и в них лишь говорится или изображается. И так надо понять это. В прямом эфире. С конца II века римские императоры Аврелиан, Диоктан покровительствуют уже Митре, который связан с космосом, с демоном. Космос христиане уже завели в раздел демовщины, бесовщины. Это факт. Потому что они долго еще, еще некоторые отказываются понимать, что Земля круглая и до сих пор спутники некоторые отказываются понимать, что находятся в космосе. Некоторые христиане и совсем недавно признали, что Земля круглая. И вот римские императоры почитают именно космические силы Митры, которые вращают планеты. И Митра Феотокл сделал прорицание возбуждания гонения на христиан за то, что те отрицали космос. Согласно историографии Августов было очень много убийств из-за этого. Немного похолодало, но ничего. Мне тепло. Пещеру Митры, которую Констанций II передал Александровской церкви в Т-162 году, Георгий Александровский приказал очистить. И там нашли множество черепов по утверждению христианских прямоходящих, разумных, которые по указанию Георгия Александровского по городу Александрии, скорее всего, или другому городу, как доказательство совершавшейся жертвоприношений прямоходящего, разумного, и гаданий по ним, по их внутренностям. Тогда в городе начались беспорядки, и Георгий, и некоторые другие христиане были убиты язычниками. Все-таки христиане, они боролись долго за жизнь с язычниками, которые верили всю жизнь в космос, вращение планет, понимали всю эту сложную систему, знали очень много о духовном мире, о тонком мире, о грубом мире и о разных вещах. А первые христиане, почему-то, которые хотели построить свою логику нерушимую, пытались разрушить логику язычников. Это очень интересно. Почему так много было против этих великих знаний? Великих не с точки зрения величины ноздрей, а с точки зрения действительно реальных фактов, доказательств, писаний. Интересно. Одно из распространенных изображений на митрианской барельефах и росписях в пещере Персея, где родился Христос и родился Митра, как прародитель как вращающей планеты. И вот на этих барельефах и росписях опять вспоминается история закалывания быка овна тава-рокатония. например, рельеф Митры такое произведение как «Рельеф Митры» Митра отвернув лицо вонзает нож в бок жертвы. «Когда бык умирает и извергнув семя, причем фалос быка как сейчас я являюсь фалосом, причем фалос быка отгрызается скорпионом. Из его мозга произрастает зерно, дающее хлеб, а из крови виноградное глаза. Деяния Митры созерцают одетые подобно ему кауто и кауто-пад, держащие в руках факелы, хотя Митра отождествляется с солнцем на некоторых изображениях. Сол и Митра показаны параллельно, ибо Сол преклоняет перед Митрой колени, ибо приказывает ему в жертву быка, приказывает ему предать жертву быка, либо пожимают друг другу руки, и вместе едят мясо быка, причем им прислуживают слуги в звериных масках. Ну, это очень интересно. Сейчас еще Пуэра, надеюсь не отключится сейчас видео, но час есть, еще полчаса есть, надеюсь хватит о Митре два часа. Борода растет, здесь я покрасил, скоро надеюсь будет амбрашка. Все, глоточек жалко, чай закончился. Итак, эпическое описание назло всем врагам, которые пусть падут, интересны. В общем, кратко. Пещеру Митру, которую Константин предал Александровской церкви, где много информации о космосе и о всех деяниях. Ведь до этого уже с начала миллениума христиане, которые застали рождение Христа в пещере Персея, где родился Митра, христианом. кратко. Константин передал Александровской церкви пещеру Персея, в которой нашли черепа демирорга, демирорга связан частности с черепами, утверждают, что были типа человеческие жертвоприношения в этой пещере, потому что это как-то связано с космосом, по мнению христиан. Космос плохой, а христиане хорошие. И так хочется еще раз прочитать эти барельефы и росписи, которые изображены и распространены потом по всему свету. И до наших дней дошла эта удивительная информация. Итак, барельефы Таврог Толе заклинание быка называется Митра указывается, что лицо Митры от вернув от Митра отворачивает лицо Иванзаят от быка Иванзаят нож в бок жертвы когда бык умирает бык извергает семя причем фалос быка отгрызается скорпионом Из его мозга преразрастает зерно дающее хлеб Вот что меня больше всего бесит что мне парню который будет все больше и больше себя уважать лично не потому что я сейчас широко стою стою широко раздвинутыми ногами и будто может вызывать иронию типа я чурка черножопой которая садится в кресло и за 200 рублей говорит мне угрожает что бороду отрежет мне от которого я вынужден защищаться даже острым острыми предметами потому что я всегда такой с таким выражением лица и вот что пытаются строить мне друга первые встречные люди люди которые пожирают мясо друга мне мне строить друга не надо обращаюсь к великому ютубу и природе которая поддерживает меня чтобы друзей мне больше никто ни один встречный мне персонаж не строил мы не друзья мы навеки враги пожалуйста всемогущий ютуб сделай так чтобы ни один больше парнишка или девушка не строила мне друга или подругу пожалуйста они мне враги на всю жизнь и дальше эпическое описание как митрован заят нож бог жертвы быка из быка во время смерти извергается семя и фалос быка отгрызается скорпионом из его мозга быка произрастает зерно дающие хлеб а из крови виноградная лоза деяние митры созертает одетая подобно митре уже в демонические одежды как было признато каута и каутопат держащие в руках факелы и строй строй на первый взгляд в звериных масках с факелами наполненные логикой оскалы пожирают друг другу руки и преклоняются перед митрой как перед тем кто вращает планеты и дают многим животным на земле хлеб и виноградную лозу воду митра также осуществляется солнцем вот такое вот заклинание быка на рельефах было передано Александровской церкви в 362 году в сюжетах так называемого митраидского объятия митра в виде льва покрывает быка или другое парнокопытное животное схватив его передними лапами на фресках с капуанской митрой митрой на месте быка изображен обнаженный юноша который мист таток это мистерия богослужения валит на землю обняв сзади в чем некоторые авторы видят гомоэротическое содержание такого такой ритуал включающий ритуальную кастрацию неофита недавно обращены не обращенный какой-нибудь религии учение либо просто новичок в новом деле и излетие в него семени и так и последнее я буду рассказывать о нитре две страницы еще еще одна эпическая картина митра в виде льва все это космическое описание космическое эпическое описание которое передано Александровской церкви в 3065 году нашей 3065 сейчас 2018 цитаты которые дошли до нас митра в виде льва покрывает быка или другое парнокопытное животное что мне очень нравится парнокопытное животное схватив его передними лапами митра схватив митру схватив передними лапами лев на фреске на фреске на месте льва или быка изображен обнаженный юноша уже как-то превращается из льва в обнаженного юношу или в его выражении быка видится обнаженный юноша и многие конечно же видят в этом богослужении космическом богослужении гомоэротическое содержание так как валит на землю обняв его сзади бык юношу митра юношу митра обняв юношу валит его сзади и роняет его вот так вот почти так на землю и это гомоэротическое содержание дальше этот ритуал включает в себя кастрацию льва или быка или овна или юноши кастрацию неофита кастрация символизирует здесь неофит это значит недавно обращенный какой-нибудь религии учение неофит это недавно обращенный к какой-нибудь религии или учение либо просто новичок в новом деле это юноша был в это гомоэротическом содержании когда митра повалил эту юношу который был недавно львом с большой гривой как у меня митра вращатель космических планет повалил на землю этого юноши и посредством кастрации видимо какой-то может быть даже зубами в этой борьбе в этой прекрасной картине гомоэротическое содержание и вот кастрация и излитие в него семени в митру семени то есть дающий хлеб и виноградные лозы и последние разделы на тему упоминания бога митра 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 изма происхождение римского митра изма так здесь слава богу здесь одна страница осталась какому богу не такому богу который строит друга митра 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 это я это я обращаюсь только к тем своими масками зверинами кто передо мной пристает пушистым зайчиком не имея фактов материальных не может мне предъявить обвинения в том что я не сказал им да не признал их их дружбу мнимую дружбу Ну а больше встреч таких людей, которые знают моё день рождения, знают, как правильно поздравить меня с днём рождения Ну, кого-то буду, кого-то не буду Но большинство не буду Это очень возмутительная тема И кого-то же это возмущает, пожалуйста, напишите в комментариях И поставьте дизлайк Присхождение римской митроизмы Последняя, вторая часть о митре лекции Это... я подведу ещё и утолк А такой я всегда, вот лично такой Ко мне стричься вообще не надо ходить Если вы не славянин, непорядочный, у вас нет совести и тому подобное Ко мне стричься не надо, потому что я со всей любовью, со всей ответственностью стригу точные работы Ко мне не надо стричься, мне не нужны ваши 200 рублей, 100 тысяч, 700 тысяч рублей На 100-рублёвую купюру вы можете мне сказать, что это 100 тысяч рублей Не надо мне, не надо, не приходите, не надо Происхождение римского митроизма В 1971 году в Манчестере состоялся первый международный конгресс На котором собрались исследователи митроизма В 1971 году, это вообще недавно Исследователи митроизма есть такие, ребята Ботаники На котором... На котором, на этом конгрессе Многие учёные поставили под сомнение Иранское происхождение античного митроизма Учёные высказали мнение, что Античный митроизм — это новый культ Не связанный с иранским культом А имя Митры было бы заимствовано Или для придания авторитета Или духа древности Напротив Напротив, как указывает учёный Напротив, как указывает учёный Дрезден Иранские элементы в мистериях слишком значительны Чтобы отрицать их происхождение Имеется в виду символ убийства быка Или символ отгрызания гомоэротического характера Отгрызания полового члена И выплеск семени О жертвоприношении Использовании жира Из которого будет изготовлен напиток бессмертия Который дарует всем людям Что это значит? Что учёные в Манчестере поставили под сомнение Иранское происхождение античного митроизма Происхождение римского античного митроизма Для тупых У кого логика разрушенная полностью Учёные высказывают мнение Что античный митроизм Античный митроизм Это новый культ, связанный с иранским Не связанный с иранским происхождением метры С древнеиранским происхождением метры Который олицетворял добро Который олицетворял добро в первую очередь Добро какое? И как же я писал Что авторитет и величие Не мерятся размерами ноздрей А мерятся знаниями Временем потраченным на какой-либо труд На какой-либо труд Итак, отбрасываем величие пердежа Из дырок на черепе Учёные высказывают мнение Что митроизм не связан с Иранским происхождением божества Митро Который олицетворяет собой дружбу с соляром А имя Митро было позаимствовано Для придания Авторитета и духа древности Ими Митро... Так, напротив Напротив Да, да, да Духа древности Авторитет, в общем, я разжевал Это у тех, для кого не разрушена логика Что Что Митроизм Это Ну, христианский Митроизм Вот этот вот Что Христиане обвинили Обвинили Митру Со связи С дьяволом Христиане дальше обвиняли Митроизм Учение Митроизма Религии Митроизм Бок о бок Потом шла С возникновением христианства В сотом году В 165 году Первое употребление О христианстве В моей голове Сейчас Уже Упоминание сотой Юстиниан Мученик Первый Рассказал Об этом Итак, напротив Как указывают ученые Иранские элементы Слишком значительны Чтобы их отрисать И происхождение Имеется символом убийства быка И все-таки ученые Пытаются Уже Современные ученые Пытаются Доказать Что Митро И космос Это все-таки Хорошо Нежели Плохо В космос Это хорошо И Символ убийства быка Жертва приножения С использованием Жира Из которого Будет изготовлен Напиток бессмертия Который дают Всем людям Это тоже хорошо Мифическое Мифический напиток Мистический напиток Ученый топоров Сравнивает этот напиток С участием Индийского бога Митры В убийстве Сомы Это важный Ритуальный напиток У индоиранцев И В более поздних Идийцев Персценилицируется Как бог Напиток Сома В общем Ванчестере Происхождение Римского Митроизма Рим Это антика Антика Рим Это антика И ученые пытают Высказать мнение Что То ли они пытаются Высказать Что все-таки Культ Митры Больше раздут И пытаются Его В очередной раз Учинить В незначительном В незначительной Степени Авторитетного Авторитета Который повлиял Все-таки Митро Повлиял Все-таки На все Религии Естественно На религию Христианскую Либо Все-таки Дрезденские Ученые Дрезден Дрезден Иранские Элементы В мистическом Дрезден Манчестер Концент Дрезден Собрались В конкресе Происхождение Митроизма Ученые Высказали мнение Иранское Дрезден Дрезден Это город Скорее всего Иранские Элементы Ну Прочитаю Как есть Слово Слово Не буду Гадать Иранские Элементы В мистериях Слишком Значительны Чтобы Их Отрицать Все-таки Их Отрицать Которые Единицу Которые Повлияют На Многие Миллениумы Когда Очередные Смельчаки Не Посмеют Разрушить Логику Которая Была Произрастает Уже Две Тысячи лет То есть Где Язычниками Были Убиты Многие Многие Христианские Священники За то Что они Отрицали Жертвоприношения И Отрицали Эпические Битвы Отрицали Эпические Космические Силы На планете Земля В какой-то Пещере Персея Все это Просвожалось Огнем Огнем Скорее всего Огонь Тоже Был признан Каким-то Демоническим Происхождением Так Все очень Интересно Две части О божестве Митры Который Записан В Веде В рекведе Как Один Из-за Диити Из семи Космических Богов Возглавляем Воруны И Митры Митра Это божество Индейрадского Происхождения Связано Дружественным Договором Со многими Со многими Вещами Связанным Все очень крепко Связано Можно еще Говорить Два часа Митра Следующий Одити Следующий Одити Дева Будет Арьяман Бхага Бхага Анша Дакша И Индра Седьмой Из Дев Копаемся Ниже У меня есть Индра Я о нем Рассказывал Также Ну да Вот такой Листочек Вот такой Листочек Обзову как-нибудь Ну в общем Ладно Туристы Ставьте лайки Дизлайки Лайки не ставьте Я уже весь в лайках Не знаю как от них избавиться Никогда не поздравляйте с днем рождения меня Потому что вы мне не друг Никогда не станете другом Нас ничего не связывает И никогда не будет связывать Я для вас не опасный парень Не какой-то соперник Или друг Не враг Я просто Стараюсь интересно жить И развиваться Внутренне И внешне Ну все Всем пока Если вы кого-то узнали На протяжении двух этих видео Пожалуйста Напишите об этом в комментарии Может быть Напишите Страницу ВКонтакте Какой-то Контакт дайте Ну фотографию Я Сравню Похожи мы или нет Может быть Мы с ним встретимся И запишем совместный ролик О чем-нибудь Ну Скорее всего Не запишем Потому что Мне соперников нет Я ни с кем Не соперничаю Ну все Всем пока Пойду пить Пуэр Ведь сегодня Незаслуженный выходной Мне дали По страхам увольнения Сказали мне Не выходить Сегодня на работу Потому что В очередной раз Какой-то клиент Решил Что Нашептал Мастеру Что По-моему Этого парня Надо отправлять В следующий салон Он здесь Заработался Засиделся Он мне не нравится Но вот этот парень Я Лично И Пока В следующие пять лет Будет такая ситуация Мою судьбу Будет решать Клиенты Которые приносят В салон 175 рублей 200 рублей И даже меньше Кому-то Ну вот такой вот Юмор Жизнь Ну все Пока Пока